Питьевая вода. Казалось бы, предоставление этого коммунального блака в новых районах города должно быть продумано в первую очередь. Но вот жителям жилого массива Акшат-2 приходится не сладко. В распоряжении местных жителей есть одна вот такая колонка, до которой нужно идти немалое расстояние. Люди обращались в Акимат. Там обещали, что в течение двух-трех лет проведут воду. Еще когда? В том году, что ли, или позапрошлом году она должна была по эксплуатации пройти. Но почему-то Акимат до сих пор тормозит. Он просто не включает эту воду, мы не можем понять почему. Вы куда-то обращались? В Акимат уже сколько раз обращались? Мы и в Акимат обращались, сколько? И в Аплак обращались. Ждите, ждите, и все завтраками кормят, и все. Во время паводка и в дождливую погоду из-за плохого состояния здешних дорог водовоз может подъехать сюда не всегда. В Алматинском районном Акимате отметили, что проведение воды в Акшат-2 начнется лишь в следующем году. В Акшат-2, Акшат-3 идет геологическое исследование с компанией Ахпан Эндеренинг. Получается, что она идет в времени два года, но год уже прошел. Соответственно, в этом году, начало следующего года уже будет гибрид воды, когда найдут, где она проходит. Уже будет начаться проектно-светодокументация о проведении водопровода. Соответственно, получается, что сейчас данная ситуация только старый Акшат имеет воду. В целом, полное обеспечение водой с жилых массивов Акшат-2 и Акшат-3 запланировано до 2025 года. Также Аким района Алматы Медед Искаков отметил, что на благоустройство данного жилого массива финансов пока нет. По программе бюджет народного участия местные жители могут подать заявки на строительство детских игровых площадок и улучшение дорог. Тамирис Шумабаева, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok